Как сохранить традиции и адаптироваться в современных условиях? Ответы на эти вопросы ищут семейно-родовые общины Неницкого округа. Они собрались на Ринмаре. Ежегодно в столице региона проходят встречи коренного населения, ведущего традиционный образ жизни с представителями власти и бизнеса. Татьяна Сивцева приехала из Якутии поделиться опытом. Она – руководитель семейно-родовой общины Эвенов. Община – это почти 200 человек, которые занимаются рыболовством, охотой, собирательством. Добытые дикоросы, рыба и мясо идут на питание. Излишки продаются, и семья имеет возможность купить необходимые товары. Мы ему уже дали право охотиться и реализовать согласно лицензии. Он может в районном центре реализовать. И это идет доход физического лица. Мы этим даем людям работать на себя, на свою семью, прокормить, обучать детей. О социально-экономическом положении коренных народов, ведущих традиционный образ жизни в Якутии, Татьяна Сивцева рассказала на форуме семейно-родовых общин. По мнению гостя, чтобы родовые общины могли развиваться, необходима объемная нормативная база. Она позволит коренному населению быть занятым и не стать иждивенцами. Этот вопрос актуален сегодня и в Ненинском округе. Нужно создавать возможности для того, чтобы семейно-родовые общины, производители стали зарабатывать сами, чтобы увеличивались доходы, чтобы появилась возможность самим создавать и самим делать то, что необходимо, вот каждый, кто из вас считает. Сегодня на территории округа ведут деятельность 30 семейных хозяйств. И только несколько из них могут позволить себе купить новую технику или построить жилье. Чтобы такая возможность появилась у большего числа людей, администрация региона ставит себе задачу – проработать нормативную базу. На форуме выступили и предприниматели. Они предлагают членам общины развивать въездной этнотуризм. Это будет еще одна возможность заработать. Мы уже на новогодние праздники продали две группы по туру «Чумовые выходные» в Арктике. И я могу сказать, что интерес есть. И даже несмотря на то, что цены в нашем регионе достаточно высокие для среднестатистического россиянина, я думаю, что интерес будет развиваться в ближайшие годы. Семинар для семейно-родовых общин рассчитан на два дня. За это время представители КМНС могут задать вопросы по природопользованию, ветеринарии и социальной поддержке.